В 2017 году был подписан закон об альтернативной котельной, как он называется на жаргоне. Но смысл его в том, что ввели, как я это говорю, инвестиционный механизм развития теплоснабжения, который заключается в том, что для отдельных населенных пунктов есть вариант уйти в эту ценовую зону при следующем условии. То, что тарифы образования уходят от традиционного, когда там каждый год согласуются тарифы, и невозможно, по сути, вести инвестиционную деятельность более-менее нормальную. Во всем остальном теплоснабжении инвестиционные деятельности устроены таким образом, что если ты сократишь издержки, то тебе сократят тариф. Так вот, да, здесь предлагается другая схема. Инвестор, который придет, он обязан заниматься развитием системы теплоснабжения согласно схеме теплоснабжения. Должен выполнять соглашение, которое подписано с муниципалитетами, дальше визируется регионам, правительством, и финальная подпись ставится премьер-министрам. И вот Минэнерго не хочет контролировать экономику этого процесса, а хочет контролировать только технические характеристики. Их 9 штук, один из них – это удовлетворенность потребителей качественного теплоснабжения. Вообще, коротко, поскольку тут широкая аудитория, что такое вообще вот этот новый механизм? Он позволяет решить проблему того, что есть устойчиво-убыточная система центрального теплоснабжения. Он позволяет решить, не решить, но создает возможность для решения проблем того, что нет ответственного собственника и качественного управляющего системой, когда там муниципальные предприятия, да, там в ряде муниципалитетов, во многих муниципалитетах, они там последовательно раз в 3-4 года банкротятся, да, там набирают кредитов, ну, там разворовывается все, да. Это как бы плюсы, да, возможности, но есть и минус для части систем, и в основном это крупные системы, эффективные, системы с хорошим экономическим потенциалом к эффективности, да, создается риск того, что цены поднимутся. Как я понимаю, когда это обсуждалось между, там, скажем, компаниями, представителями сектора и министерством, другими регуляторами, то рассматривался этот механизм как возможность создать дополнительную прибыль для компаний, которые вот раньше, ну, которые назывались ТГК, которые оперируют ТЭЦ, и, ну, вот, скажем так, повысим доходы за счет поставок на рынок тепла локальный, да. Вот как бы плюс и минус этого механизма есть. В этом докладе я не хочу это обсуждать, я хочу рассказать о такой конкретной работе, который мы там для Минэнерго сделали, соответственно, Минэнерго ежегодно выпускает отчет о состоянии теплоснабжения, и, как один из разделов этого отчета, такой практический, это посмотреть, что происходит в Ленево и Воробцовске, это два первых муниципалитета, которые перешли вот в эту новую ценовую модель, да, в новую модель рынка тепла. И один из показателей, который Минэнерго хочет контролировать, отслеживать, это удовлетворенность потребителей качественного теплоснабжения. То есть это то, там нет юридических, юридически жестких обязательств у компании-инвестора по доведению, да, но это некоторые индикаторы для того, чтобы, вот, как бы управляющие власти, да, они могли смотреть, что происходит. Вот, соответственно, такой показатель, всего их, как я сказал, 9 штук, вот это один из них. Для него такой, это не, опять-таки, окей, да, вот, удовлетворенность. Методика оценки, да, поскольку два небольших населенных пункта, относительно небольших, да, Робцов 150 тысяч, 140 тысяч человек, а Ленево 18 тысяч человек, насколько я помню, или 14. Вот. И каким образом провести этот опрос? Еще на входе, когда искали, какой показатель выбрать, то Минэнерго хотела, чтобы он был релевантен, то есть его можно было в любом муниципалитете проводить, чтобы он ориентировался на что-то, что есть в статистике. И вот предложили такой показатель, почему? Потому что раньше Ростат, вернее, он и сейчас проводит обследование бюджетов домашних хозяйств, но до, включая 14-й год, Ростат обследовал качество теплоснабжения, то есть он задавал вот эти вот четыре вопроса, которые на слайде, он их задавал по всем своим респондентам, а это около 50 тысяч, да, около 50 тысяч респондентов в этом опросе, то есть это самое большое исследование Ростата, и, соответственно, вот по вот этим вопросам есть ряд, который с 2007 по 2014 год обследуется, ну, соответственно, можно посмотреть. В 2014 году в среднем по сегменту там, где есть централизованное теплоснабжение, на эти вопросы ответ нет, то есть то, что все устраивало, около 70% отвечало, что их все устраивало, а 30% не устраивало, да. Ну, соответственно, можно смотреть разную специфику этих вопросов. И вот появилась идея, то, что в рамках вот этой ценовой модели показатель удовлетворенно считать вот по такой методике. В конце, в декабре, в ноябре-декабре прошлого года, да, была разработана методика, тут там некоторые показатели, скажу, что выборка около 400 респондентов, да, она дает, ну, приемлемые, да, там, показатели точности, то есть 400 домохозяйств надо просить, случайность, да, и еще такая вещь, как репрезентивность, то есть в каждый населенный пункт он имеет свою специфику. Одним из главных показателей, которые вот мы выбрали, или Рубцовска-Длиннева, это тип зданий, да, то есть у нас население в разных типах зданий, понятно, что если, скажем, в более современных зданиях никто не жалуется на качество теплоснабжения, то если мы только там опросим, то у нас будет завышено относительно среднего уровня, поэтому вот эта выборка 400 респондентов, она взвешивалась по разным типам зданий, да, то есть равномерно тому, как люди прописаны. В Ленево интересный случай, дело в том, что там 122 многоквартирных дома, которые подключены к централизованному теплоснабжению, то есть, по сути, это в каждом доме надо взять 3-4 респондента, в зависимости, ну, это я в среднем говорю, а там есть дома, где там мало квартир, где есть много, то есть мы пропорционально этому распределению выбрали. В Рубцовске проще ситуация, там больше многоквартирных домов, около 700 домов. Не томите. Да, вот, результаты, да. Не томите. Правильный подход, установка задачи, результаты, да. Это классно, но... Да, здесь показаны результаты в динамике, вот обращая на вторую строчку, в целом удовлетворенность, здесь показана доля недовольных, то есть в Рубцовске динамика 37, 40, 36 процентов. Заметим то, что в 2018 году, как бы, уже начал действовать инвестор СГК, в 2019 он уже полностью функционирует, то есть даже больше стало недовольных, если... Но это на уровне погрешности, да. В Ленево недовольных 60 процентов. Дальше хочу обратить внимание... Доли недовольных, да, все правильно, да. Да, доли недовольных без учета горячего водоснабжения. Один из вопросов, он посвящен горячему водоснабжению, да, то есть удовлетворяет ли вас качество, то есть сталкивались вы с перерывами горячего водоснабжения. И здесь доли недовольных намного ниже, то есть, вот. Пока я сейчас вернусь к этим цифрам, да, сейчас к выводам перейду и потихоньку буду возвращаться сюда. Какие выводы мы сделали? В целом подход, поскольку, ну, у нас вот это вот укрупненно цифры попали в общероссийское, мы понимаем, что Рубцовск и Ленево все-таки хуже среднероссийского должны быть, поскольку там более изношенная инфраструктура, маленькие города, явно там хуже развита система, да. То есть, в целом мы говорим, что подход релевантен. Там, если, ну, это укрупненные цифры, у нас вообще получается 10 интервьюеров, там каждый, ну, короче, 400 респондентов в каждом городе, и по ним есть порядок там 10-12 параметров, которые можно анализировать, да. То есть, если там заняться детальным анализом, мы потом сделаем статью более подробную про всякие аспекты, то можно видеть, что в целом можно сказать, что динамика положительная, если убрать жалобы на горячую воду. То есть, по теплу действительно там, ну, то есть, больше чем 5% идет динамика в населенных пунктах. Сейчас я посмотрю, вот здесь это видно или не очень. Ну, вот в Ленево это больше видно, а вот в Рубцовске, если брать не всю выборку, а по отдельным сегментам смотреть, там можно увидеть то, что динамика удовлетворенности, она становится, ну, можно предположить, что скорее улучшается, чем не улучшается. Вот такой вот тезис, я скажу. Первый тезис. Второй вопрос. Основная проблема в жалобах – это неудовлетворенность с горячим водоснабжением. На одном из круглых столов, когда выступала госпожа Косогова, она, по-моему, сказала, да, то, что они там в Рубцовской столкнулись с тем, что надо еще там миллиард потратить, жалуются на горячую воду. В Ленево, когда мы опрашивали, там регулярно люди говорили, вот у нас проблема с горячей водой, там 5 минут надо лить воду, после этого только пойдет горячая. То есть это, казалось бы, модель альтернативной коттельной не предполагает вообще про горячее водоснабжение хоть что-либо, да. Но в любом случае это, получается, проблема компании-инвесторы, да. То есть это вот надо дорабатывать модель, поскольку, ну, такой вот, так же, как при реформе электроэнергетики забыли про ТЭЦ, вот так же тут забыли про горячее водоснабжение. Вот такая вот яркие комментарии с моей стороны. И вот, да, в целом вывод о положительной динамике, понятное дело, что по двум точкам или по трем точкам при погрешности там около 2-5% нельзя говорить, да. Но вот если посмотреть там чуть-чуть посильнее покопаться, то скорее о положительной, чем о негативной динамике можно говорить. И явно вот здесь вот это вот, то, что в Рубцовске ухудшилось с 40 до 36, так, то, что в Рубцовске, да, вот один год там ухудшилось, да, то есть доля недовольных возросла до 40, это реакция на приход инвесторов, то есть часть потребителей вот негативно встретила появление новой компании, несмотря на то, что в целом, как вот мы знаем, там вроде бы ситуация стала лучше становиться, да, то есть вот такой вот, то есть может быть психологический эффект на первых порах, это тоже на уровне пока гипотезы, то есть в дальнейшем, ну, наверное, это будет продолжаться. Вот такой вот. А какой-нибудь вывод технический из вашего анализа, вашего обследования? Технический. Вы предполагаете? Да, предполагаю, но это надо когда более детально смотреть, поскольку у нас там есть дома разной этажности и дома там с разными материалами стен, соответственно, вот там можно будет посмотреть, как это влияет, да, то есть расположение респондента относительно входа в здание. Я не об этом. Другой вывод это вот про то, что в модели альткотельной, ну, там надо учитывать проверять чего-то снабжения. Вот у меня пока такие выводы. Добавку просто сделаем, потому что оба населенных пункта хорошо известны. Правда, в Ленево мы работали где-то в 2012 году, значит, а в Румцовске еще раньше, значит. Но оба города интересны совершенно просто, они как будто лаборатория, которая специально отдана для исследований. Ленево, значит, фактически свернул... Стоп, 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 секунду. Тогда я подумал. Вы сейчас, это, я думаю, будет вопрос, а у вас со-выступление, со-доклад. А без реплики... Потом будет реплика. Вы закончили? Я закончил. Все раз. Я в первый раз уже притяну. Вопрос у Дюйдетанга. Это инвестор приходит, он вкладывает что-то? Да. Саша, а если через какое-то время после этих инвестиций требуемые критерии перестают пополняться, его отстраняют? Юридически обязывающим документом является соглашение, которое подписано между главой муниципалитета и инвестором. Глава муниципалитета, соответственно, представляет жителей. Хорошо. Если... Возможно... Не выполнение вот этого, соответственно, да, там юридические последствия. Вот то, что я говорю, показатель для мониторинга, это скорее геоменэнерика, система, ну, как бы, мониторинга, контроля... Это показатели, по которым отправить или не отправить прокурорскую проверку, для того, чтобы расторгнуть договор. Ну, в том числе, я думаю... Да, то есть нужен некий базис объективный. Почему Цубынок меня отодвигает? Я не отодвигаю, я просто отвечаю на вопрос, совершенно не трогая два города и их лабораторные характеристики. Вот что такое альткотельная, да? Это экономический расчёт. Какими бы были бы тарифные последствия, если вместо существующей системы построить новую альтернативную, со всеми новыми вложениями в строительство, в новую бухотельную, со всеми новыми амортизационными и тому подобными отчислениями, со всей новой структурой затрат, да? Какой будет тариф? И вот этот тариф становится опорным для того, чтобы считать... Да, его кто-то согласовывает, да? То есть это не просто посчитало, что у тебя инвестор... Конечно, этот базис кладётся в основу соглашения, потому что под эту базу закладываются объёмы инвестиций. Я теперь могу вложить деньги, привлечённые откуда-то, не от этих потребителей на сегодняшний день, но я их могу вложить, потому что я знаю, что в тарифном последствии не этот инвестированный капитал вернётся, потому что всё учтено. Понятно. Это способ, в рамках которого вместо муниципалитета, который отвечает за безопасность энергоснабжения по 135-му закону, вводится новое ответственное лицо, а именно Единая Теплоснабжающая Организация, которая работает вот в этой ценовой зоне, для которой посчитана тема откопения. И она теперь несёт ответственность как за принятые на себя обязательства по инвестициям, так и за технические, и самое главное, что уже было сказано, за косвенные и качественные показатели, которые имеют характеризацию и результаты работы. Ещё вопрос? А теперь по экономике. Я всё-таки не совсем понял. Если мы переходим на другую систему ценообразования, нам становится дороже услуги? Да. То есть нигде услуги не становятся дешевле. По сегодняшнему анализу метод альтернативной котельной это фактически в конечном счёте удвоение затрат. А кто принимает решение о том, что мы переходим на другую систему? Одну миниципалитет? Ну, черепа, они приняли решение. В смысле, по конечному инициативу миниципалитет по согласованию с жителями? Нет. То есть сами, да? Да. Между ими властью ими. А вот можно назвать вот это альтернативным теплооснабжением, вот как сейчас некоторые дома, когда строят, они сами свою котельную рядом строят, для того, чтобы потратить? Значит, давайте мы... Хорошо, очень хорошо. Вопрос классный просто, да? Почему? Потому что здесь раздваивается понятие. Альтернатива в смысле технического решения и альтернатива в смысле организации централизованной системы теплооснабжения. Так? Вот альтернатива решения, это когда я говорю так, вот я знаю, что у вас, я знаю, что вы мне гарантируете, меня все не устраивает. Я ставлю свой тепловой источник и, собственно, теперь самое интересное. Самое интересное. А кто собственник теплового источника, который я ставлю? Вот застройщик говорит, на этом доме будет котельная. Она будет. Потому что вот эта система не устраивает. Слишком дорого подключения. Кто собственник котельной? Ты не в коем случае. Ни в коем случае. Жильцы, которые заплатили стоимость квадратного метра, в том числе и стоимость этой котельной. И вот этот момент, он на сегодняшний день никем из застройщиков не проявлен. По сути, мы можем говорить, что любое альтернативное решение техническое, реализованное, есть не что иное, как воровство средств. Прямое, из кармана. Понимаете? Получается, что раз застройщики об этом не объявляют, то фактически жильцы не подозревают, что они... Да. Они просто как бы не имеют в виду, что если они вселились в этого добра нет, то при этом они еще и собственники этой котельной и вообще говоря, это они должны потом принимать решение, как оно будет работать. как общедомовое имущество. Да? Этот момент, он вот в этой альтернативщине, он выведен за скобки и этим сейчас пользуются. Да? Теперь альт-котельная как способ тарифообразования. Конечно, да. Я вот, Дмитрий, да, ответить на этот вопрос. Есть вот этот вот теоретический расчетный уровень, то есть это если все заново построить, и там саморетизация, какой будет тариф. Но вот компания-инвестор, которая пришла, она свободно устанавливает любой тариф от текущего до вот этого уровня, но не выше. А, то есть это как предельный, а не как фактически? Да, и соответственно, вот стараются установить ниже, потому что если на это предельный, то по сути тогда выгоднее уйти в автономную, то есть любому потребителю выгоднее самого, строить себе и пользоваться, чем сидеть на чужом источнике. Вот поэтому все стараются поставить тарифу чуть лиже, чем на другом. С новыми христилистиками. Вот насчет старого возникает вопрос, где сидит, есть или нет техническая возможность создания объекта. И понесло. То есть мы оказываемся в системе очень много координатных, и по каждому из параметров мы можем прозевать показатель, который на самом деле может оказаться определяющим. То есть мы его можем просто проигнорировать как второстепенный, но на самом деле это штука. Именно в этом, кстати, возникает вопрос вот этого перехода, о котором и про эту самую институциональную ловушку, про которую говорит Юрий Ветрович. «Бытие» определяет сознание, философский показатель. Материальная часть есть база, которая и есть. Все остальное должно строиться в соответствии. Какими должны быть выстроены правильные отношения для того, чтобы вместо конфликта был симбиоз? какие должны быть поставлены новые показатели? Чем нужно руководствоваться при принятии решения? Независимо от того, ЕТО принимает решение, то есть Единая Теплосновляющая Организация или Муниципалитет, неважно кто, решения должны быть выверены с точки зрения экономических последствий. Тогда возникает вопрос, где та встроенная система экономических показателей, которая гарантирует нам, что приняв решение сегодня, через 20 лет мы не окажемся в очередной институциональной ловушке. Правильно я говорю? Нет? Нет, да? Слово сказать, чтобы оно принято. Я же сказал, что я не буду одними выступать. Значит, ваше время? Значит, вот очень, кстати, хорошо, что мы к этому подошли. Дело в том, что главный дефект вот этой альтернативной котельной он состоит в чем? Что мы считаем цену тепла как товара и туда приклюсовываем по традиционной значит, схеме дисконтирования капитальный затрат. Но дело все в том, что нужно учитывать режим работы режим работы сети и режим работы автономного источника. Они совсем другие режимы. Так вот, экономическая наука пока не дошла до того, чтобы пересчитывать значит, разные режимы работы и сравнивать их с точки зрения экономической эффективности. речь идет о сопоставимости исходных условий в расчетах. Ну да. Но сделано это как? Мы просто взяли и стали считать по товару. Хотелка услугой. Вот. И сразу все стало ясно. Что торгуем? Это как картошкой торгуем гигакалорией. Значит, а условия, когда потребляется в момент поставки значит, то есть это не товар, это услуг. И тогда значит уже экономисты начинают путаться. И вот в связи с все-таки можно я сделаю замечание по докладу? По какому? По своему? По своему-то что я буду делать? А у меня есть по второму. А. Ну что, ладно, то что я потом положил. Значит, кто кому знает пойдет. Значит, на самом деле это два ужасно интересных объекта, два интересных города. Значит, Ленева на самом деле что сделали они? Свернулось производство на электродном заводе. Значит, источники тепла все были предназначены исключительно для значит завода. И фактически мы имеем сеть. исключительно вы тогда поясните? Исключительно потому что подключение к тому развертывание сети шло параллельно со свертыванием потребления тепла предприятия. Неправильно. исключительно означает следующее источник теплоснабжения находится на кромплощадке все промышленные потребители в непосредственной доступности и в непосредственной близости а сам рабочий поселок Леневых это 4,5 километра магистрали до поселка до первой центрального теплового пункта и последующие развязки и распределения на поселок то есть в каком-то смысле это полный аналог систем централизованного теплоснабжения с длинными магистралями то что Юрий Петрович пытался нарисовать в теме ТЭЦ-6 в городе Новосибирске то есть это учетов турках стоящая станция и длинные и длинные магистрали теперь вот чтобы связать два нет я же еще не закончил ну так давайте быстрее потому что самое интересное дальше ситуация близкая они взяли закрыли ТЭЦ в городе и код котельной стали подавать тепло через центр города дело в том что Рубцоз это самая северная точка горничного земледелия посреди города нельзя было никогда ничего строить это затопленная часть исходно люди там поселились потому что вода близко близко к поверхности там арыки идут поэтому строить дома там нельзя было и естественно нельзя было проводить трубы поэтому люди выражают удовольствие но одновременно в 13 раз увеличился отток населения после того как закрыли ЦЭЦ понимаете и конечно к этому опросу интересно было бы спрашивать тех кто уезжает из города какие какие причины если в общем причинах тепло будет одной тогда это понятно и оно бы стыковалось с этими данными вообще это будет ужасно интересно и конечно ее нужно разворачивать и если была возможность на какой-то из работ моей компании по каким-то городам это подключить мы бы подключили там и проконсировали бы вас либо мы либо муниципалитет я даже не рассчитывал что кроме своего доклада еще и в дополнительном преступлении предоставить еще один пример формальной логики потому что тема значит убрали тец формальный это бранное слово просто чтобы было понятно что я начал ругаться значит свести в кучку закрыли тец в 13 раз возросло количество отъезжающих ну это формальный подход потому что чем вызван отъезд этих людей мы не знаем а то что в это время произошло это я знаю а я утверждаю что и вы не знаете тоже потому что если бы вы знали точно то вы бы сказали что это закрытие рубцовского комбайнного завода закрытие того завода третьего причем здесь тет закрыли не закрыли дело тет закрыли потому что свернулась вот эта площадка так вот люди уехали потому что площадка свернулась а не потому что тет закрыли значит это означает совершенно другое точно так же я могу вернуться а вот что мне было интересно и что я хотел от вас услышать это тема технических последствий вот в каком плане то что было сказано про вереватоле вот тема обобществления всех запасов в одном центре а потом раздача и уже непонятно в каких характеристиках мое зерно не мое зерно мне вернется с элеватора это то же самое что производство горячей воды в сегодняшних системах централизованного теплоснабжения когда на ЦТП делается горячая вода потом всем распределяется и все недовольны речь идет о том чтобы вернуть это все прямо и непосредственно в дом и чтобы от желания и потребностей жителей этого конкретного дома им готовилось количество и качество горячей воды которые надо им кому-то 50 градусов кому-то 60 кому-то хватит 35 35 да но при этом все это выливается в оплату за отопление а не запоставленную горячую воду как еще одно продукт мы сталкиваемся с ситуацией когда вот эти вот институционально оформленные виды товара и их способ производства начинает не устраивать конкретного потребителя потребитель желает иметь возможность управлять своими потребителями а мы сталкиваемся с тем что средневзвешенный отопительный график в системе централизованного теплоснабжения в отличие вот от такого альтернативного когда мой источник у меня в табале он мне гарантирует некоторые где-то установленные показатели и ничего не гарантирует в доме вот проблема она связана не с тем что это при социализме построено а с тем что система управления всем этим процессом она осталась там на источнике и все погодное регулирование мы на сегодняшний день имеем только на источнике а их 4-5 на весь Новосибирск и они не в состоянии в каждый дом дать оптимальное соотношение по расходу и по температуре того самого теплоносителя который как товар пришел и оказывается что кроме всего прочего мы еще имеем дома с неправильно посчитанными характеристиками совершаем благодаря этому у нас все магистрали все распределительные трубопроводы были с завышенными сечениями с завышенными расходами что позволяло вести в течение 20 лет точечную застройку и как результат произошедшие количественные изменения пришли к своему пределу и к абсолютному нежеланию терпеть качество вот где конфликт тогда возникает вопрос либо мы власть меняем либо технически меняем параметры системы управления если мы предоставляем возможность потребителю включиться в систему управления и получать параметры с надлежащими или иными интересными показателями возникает только вопрос один сколько это стоит и я обещал сказать про свой интерес мой интерес присутствия на конференции института экономики заключается только в на сегодняшний день сводного перечня ключевых экономических показателей системы централизованного теплоснабжения нет она этот перечень пытается родиться в нем появляются такие значит показатели как радиус эффективного теплоснабжения да оптимальный отопительный график это качество системы погодного регулирования это наличие значит либо отсутствие индивидуального теплового пункта соотношения ЦТП и ТП в системе когда вот как раз заулез где говорилось вон там у них или у меня вот здесь время ну действительно ну это это